Томаты В этой связи существуют различные подходы к обеспечению целостности сорта. Но прежде чем я о них скажу, я хочу напомнить, что у томатов бывают сорта двух типов. Первый тип сортов это линейные сорта. Эти сорта при размножении воспроизводят сами себя. То есть, если вы сорвете плод, выделите оттуда семена, то эти семена будут такие же, как было материнское растение. И совершенно другой тип сортов это гибридные сорта, сорта первого поколения. Как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, но потомство из плодов таких сортов не воспроизведет своих родителей. Поэтому обращайте обязательно внимание, какой сорт вы используете. Обыкновенный сорт или сорт гибрид первого поколения. Отличить их не сложно. Как правило, на пакете обозначено, что это гибрид первого поколения. Указана латинская буква F1. Кроме того, в такой популярной литературе их могут называть попросту гибридами. Поэтому, если вы сталкиваетесь с таким сортом, не пытайтесь собирать с него семена. Итак, в случае, если у нас имеется линейный сорт, то есть он воспроизводит семена самостоятельно, вы можете практически смело брать любой плод, который образовался на этом растении. Первый, средний, последний, любой. И выбирать из него семена. Разумеется, для того, чтобы семена были выполнены с максимально хорошей спелостью и последствий схожестью, вам необходимо этот плод вызарить. Вы его должны собрать в стадии нормальной, характерной для плода окраски с растения. После этого положить в теплое, прохладное, можно светлое место и дать ему дозариться. Свидетельством, что этот плод уже дозарился, станет его максимальное размягчение. Иногда могут появиться трещинки, из которых начнет вытекать сок. В этом случае вам необходимо выделить семена из томата, просто выжать его, сделать такую массу изнутри, выбрать, измельчить ее, промыть как следует. Может быть, дать ей постоять какое-то время, выбродить, чтобы семена поднялись наверх. После этого семена промыть как следует, освободить от всевозможной слизи и чешуек, и оставить высыхать на время, чтобы они полностью просохли и не заплесневели. Но все-таки для перцев, для томатов и для баклажан может быть в определенных условиях характерно перекрестное опыление. С этим сталкиваются многие, кто выращивают перцы. Когда посадят с одной стороны теплицы сладкие перцы, а с другой стороны теплицы горькие перцы, и они потом переопыляются. Зачастую в этих условиях перепыляют их трипсы, мелкие насекомые, которые живут внутри цветков, и перебегают с одного растения на другое. Одновременно они могут перенести и пыльцу. Для того, чтобы предотвратить даже риски опыления растений трипсами, необходимо сделать изоляцию цветка. Это сделать очень легко. Вам нужно выбрать либо бутон цветка томата, перца или баклажана, либо цветочек, который только-только распустился. У томата это называется стадия желто-зеленого цветка. Лепесточки только-только разошлись. И вот в этой стадии вам необходимо взять тоненький кусочек ватки и как бы обернуть этот цветочек для того, чтобы предотвратить попадание туда нежелательных насекомых опылителей. Вы можете здесь также слегка перевязать веревочкой, бечевочкой, и даже записать название сорта, для того, чтобы потом, когда вы снимете этот плод, не перепутать, какой плод относится к какому сорту. В этом случае вы будете надежно уверены в том, что ваши семена будут принадлежать именно тому сорту, на котором образовался плод. И перегрестного опыления не произойдет. Этот нехитрый способ доступен абсолютно каждому. Я вам его очень настойчиво рекомендую, если вы занимаетесь собственным сбором семян. На этом я прощаюсь с вами. Уверен, что наши советы окажутся вам полезными. Всего хорошего! Также я хочу познакомить вас с одним из самых ранних сортов перца, который я очень люблю и много выращиваю. Это перец сорта Олеся. У него такие стандартные плоды с вытянутым носиком, то есть не кубовидные. В стадии технической спелости они такие зеленоватые. Ну а по мере созревания плоды станут ярко-красного, такого красивого, очень декоративного цвета. Растения облественелые, достаточно высокие. И здесь я хочу вот что сказать. Я не применяю метод удаления вот этого цветка первого, для того, чтобы плодов было много. На самом деле это совершенно не обязательно и не так критично, не так существенно для получения богатых урожаев перца. Ну перцы растут и без этого вполне хорошо. Главное, чтобы соблюсти все технологические мероприятия. Вон видите, какие красивые крупные плоды. Вон, уже налили середина июля, и уже можно собирать достаточно богатый урожай. Ну, я выращиваю и другие такие гибридные перцы. Они весьма нагружены, в том числе, которые, я уверен, станут достойными конкурентами на рынке семян современных гибридов перца. Вот это перец маг. Я уверен, что он понравится. Смотрите, у него очень компактное расположение плодов, хорошая блественелость, много очень плодов. И, конечно, это растения, которые заслуживают внимания. Ну и как же обойтись без фиолетовых перцев? Это тренд последних лет. Вот это вот сорт варяг. Он созревает примерно на две недели раньше конкурирующих сортов других производителей. Это белорусский сорт. Он очень красивый. Вот в молодом возрасте он вот такой вот, в саде технической спелости фиолетовый. При созревании делает с такого густого гранатового цвета плоды. Очень достойный, ранний, не болеет. В принципе, стандартная технология возделывания перца, стандартные подкормки, стандартные обработки. Все, о чем мы говорим, здесь применяется. И, соответственно, получается такой вот урожай этого перца. При тепловой обработке этот фиолетовый оттенок уходит. Ну а в салатах он смотрится очень-очень достойно. Но следует дополнить, что этот цвет обуславливается антоцианом, весьма-весьма полезным для здоровья антиоксидантом. И еще один белорусский сорт. Это мастер. Это тоже ранний сорт. Вообще в Беларуси довольно популярны ранние сорта, потому что поздние иногда не успевают дать хороший урожай из-за того, что болезни нападают. Ну и всем хочется иметь более раннюю продукцию. И вот обратите внимание, что вот этот коронный цветок не был удален. Из него получился вот такой вот замечательный плод. Ну и само растение достаточно хорошо нагружено перцами. Поэтому этот прием не является критическим для получения хороших урожаев перца. Еще один сорт гибридного типа перца. Это сладкий перец. Желтый в стадии полной спелости. Называется кинжал. Вот с такой вот оригинальной формой плодов. Они больше всего пригодны для фарширования. Длинные. Очень вкусные. Очень ароматные. Ну собственно, как и многие представители сортов с такой формой. Однако же он характеризуется раннеспелостью, как и большинство сортов белорусской селекции. Ну и тоже вы можете видеть, что вот здесь вот этот плод, вот этот вот самый большой, самый нижний, образовался из вот этого коронного цветка, который не обрывался и никаким образом отрицательно это не сказалось на продуктивности этого растения в целом. Оно достаточно нагружено в соответствии с способностями и возможностями этого сорта. Пользуясь случаем, покажу вам пример такого общего азотного голодания перца. Вот посмотрите, плоды мельчают, листва становятся такая очень светло-зеленая. Этим растениям не хватило азота. Если вы вдруг увидите такие признаки у своих растений, то конечно же нужно сделать азотные подкормки. Также хочу вас познакомить с такой культурой, еще не очень распространенной, но очень достойной. Это физалис земляничный. Это однолетнее растение, то ли овощное, то ли фруктовое. У него очень такие вкусные сладкие плоды. Вот здесь вот внутри такая ягодка. Вот здесь она еще зеленоватая, а по мере созревания она будет желтеть. Вот здесь они падают, эти ягодки созревшие. Вот там вот эту ягодку можно съесть совершенно в сыром виде, либо готовить из нее варенье, сушить, какие-то консервации. Очень достойное растение. Это растение физалис земляничный, сорта янтарь. Также хочу познакомить вас с белорусским сортом баклажанов, сорт потеха. Вот смотрите, какой он нагруженный плодами, очень даже. Вот на одном растении тут уже раз, два, три, четыре, пять, шесть плодиков зреет. Он хорошо облественелый, такой вот довольно крупный. Он еще даст второй ярус цветков и во второй половине лета сформирует еще один урожай ближе к концу. Ну вот обратите внимание, здесь уже имеется небольшое повреждение паутинным клещом. Он, конечно, придерживается, но вот если его так вот стереть пальцем, то нету зеленых разводов. Это означает, что клещ неживой, он погиб от всевозможных профилактических и искореняющих обработок. Поэтому бояться этого не надо, надо просто все обработки делать своевременно. Я выращиваю разные сорта типы баклажан. Вот такие вот есть, такими тонкими плодами. Ну, нельзя сказать, что они супер продуктивные какие-то, но это может быть интересно, может быть забавно выращивать такие сорта гибриды, удивлять друзей и знакомых. И в противоположность тонким таким сорта типам вот такой вот оригинальный толстячок. Как правило, у подобного рода сортов плодов не очень много. Они один, два, три, не больше, но зато они впечатляют своими размерами, очень вкусные для фарширования. Вот такие вот баклажаны тоже иногда стоит выращивать, но просто для того, чтобы удивить и себя, и, в общем, родных и близких.